Как питаться во время Великого Поста, чтобы очистить и тело, и душу? Добрый день! С вами канал Дивея, я Ольга Спиридонова. И мы опять хотим поделиться с вами нашими сокровенными рецептами, нашими правилами. Для меня это очень важно еще и потому, что я работаю в настоящий момент технологом в фитоцентре монастыря, монастырской травнице, если говорить по-старому. И мне очень близко понимание того, что Великий Пост – это время, когда человек не просто не ест мясо, а, как сказал один батюшка, когда люди не грызут друг друга. К тому же этот пост приходится как раз на весеннее время, время максимальной очистки организма. Им можно помочь и организму, и душе в этот момент очиститься от всего тяжелого, ненужного. И помощниками в этом нам, конечно же, будут мои любимые травы. Вы спросите, а как травы помогут очищению души? Дело в том, что когда организм зашлакован, когда у нас есть постоянное чувство тяжести, неудовлетворенности, оно вполне логично перетекает в раздражительность, в усталость, в нежелание общаться и в отсутствие радости, в отсутствие тишины душевной, в отсутствие благости. Итак, начиная с малого, мы можем прийти к душевному равновесию, в душевной тишине и к очищению и тела, и души. Таким образом, если вы думаете, что необходимо что-то сложное заваривать, готовить, то я подготовила для вас как раз самые простые и практичные рецепты. Вы можете записать списочек трав, которых необходимо будет подобрать по стакану. Это тысячелистник, это чабрец, ромашечка, душица, мелиса, мята, календула, пустырник, подорожник, репешок, спарыш, крапива, мать и мачеха, шалфей, валерьяна и хвощ. Этих трав вам надо будет найти по стакану. Измельчить на блендере, кофемолке или комбайне, смешать все это между собой и заваривать по чайной ложке на стакан. На стакан горячей воды, не кипятка. Когда оно настоится в теплом месте полчасика, процедите, и этот стаканчик вам необходимо будет выпивать в течение дня, разделив на три части за полчаса до еды. Треть перед завтраком, треть перед обедом, треть перед ужином или в любое другое время, когда вы можете позволить себе пить этот чай натощак. Если не получается так пить чай, попробуйте этот порошочек травяной добавлять в свою еду, в салат, в борщ, в кашу. И тоже где-то у вас из расхода должно выходить чайная ложка на день. Эти травы будут помогать очищаться системам выведения организма. И таким образом мы будем избавляться от шлаков. Если при этом еще поддерживать и минимальную диету поста, отказаться от мясного, жирного, жареного, копченого, маринованного, острого, соленого, то ваш организм будет обновляться просто на глазах. И при этом будет улучшаться ваш внешний вид, уйдут отеки, вы будете лучше высыпаться, у вас изменится цвет лица, улучшится сон, у вас будет память более ясная. У женщин это будет выражаться в достигаемом очень приличном косметическом эффекте. Кожа лица станет лучше, возможно уйдут лишние сантиметры стали, если вы не будете добавлять с добой отсутствия мясного на столе. И, как результат, вы станете спокойнее, вы станете легче, вы станете радостнее. Вам будет проще справляться со своими ежедневными обязанностями, со своей работой и, самое главное, вы станете добрее. Ваши взаимоотношения с близкими покажут, что этот пост пошел вам на пользу. Вот так вот травы и правила питания помогают питать не только тело, но и душу, очищать и тело, и душу. И ведь все очень просто. Это доступно и жителям города, и людям, ведущим самый стремительный образ жизни. Еще раз повторю, травки, которые вам будут необходимы. Если вы где-то не найдете все эти травы, можно будет поступить проще. Купить в аптеке три сбора – желудочный, печеночный и бронхиальный. Измельчить их, смешать между собой и точно в такой же дозировочке, по чайной ложке на стакан горячей воды или для приема на день принимать в дни поста. Ваш организм скажет вам спасибо, а вы скажете спасибо всем окружающим, потому что вы станете добрее и мир станет добрее к вам. Если вам понравился наш ролик, если вам нравится наша информация, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки, и чтобы мы понимали, что наша работа приносит вам пользу. С вами был канал Дивея, Ольга Спиридонова, и будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!